я приветствую всех кто заглянул на мой канал на сегодняшнем мастер-классе у меня задача сделать ручку перо для росписи новобрачных в загсе ко мне обратилась одноклассница она работает заведующей загсе лиличка привет и она попросила сделать ручку перо для росписи с подставкой для ручки говорит подушечка красивая для колец есть а красивой ручки перо нету страусиного пера я у нас городе не нашла и моя задача усложнилась поэтому я купила перья и буду делать страусинное перо сама почитала в интернете как выглядит страусинное перо купила ручку чтобы можно было менять пасту вот здесь внизу откручивается белую косую бейку ленточки различной ширины клейки также стразы полубусины кружева я долго обдумывала как все это можно сделать и решила начать с подставки она будет из пеноплекса нарезала квадратик сделала дырочку в центре я покрашу ее белой акриловой краской вот сюда в центр я приклею колпачок от аквамастера чтобы ручка украшенная уже туда легко входила и стояла устойчиво вот и буду делать перо ручку думала я думала и решила для пера взять вот от цветочков сакуры вот такие вот веточки да они на проволоке и они гнутся и что хорошо она не тяжелая от любых цветов наверно можно которые с проволочкой внутри и я вот отрезала вот эти вот верхушки значит я буду приклеивать сюда перья я покрасила ее белой краской чтобы она не выделялась на фоне белых перьев сейчас покажу что получилось затем взяла косую бейку и косой бейкой обмотала значит ручку вот что у меня получилось вот смотрите вот обыкновенная косая бейка я закрепила клеем кином вот этим вот у основания ручки и начала крутить 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 вот это вот лента чего косую бейку и вот докрутила я ее вот до самого верха я буду ее крутить я забыла просто снять заработалась то есть я и сейчас вот так вот закручу я ее закреплю клеем кончик вот до того места где у меня будут перья вот я попробовала приклеить перо посмотреть с двух сторон приклеила и можно выкрутить все ситуации и сделать перу приклеивая вот на эти веточки и на само основание вот я покрасила краской все же думала вдруг будет просвечивать значит наматываю до самого конца вот до этого и основание затем я приклею где буду резать опалю зажигалкой и приклею клеем вот таким образом у меня будет каркас основание для пера ручки и вот пока у меня основание сохнет вот этот изолон я все-таки прошила вот эти вот места но я еще буду сажать на клей и буду закрывать ею крышечку вот пока у меня сохнет я все думала как же мне придумать сделать так чтобы у меня ручка была не тяжелая чтобы она не вываливалась из подставки натягиваю максимально и я пожалуй не буду еще пока отрезать да у меня вот осталось может быть понадобится закрыть закрыть основание поэтому я пока эту косую бейку просто вот так намотаю до упора и закреплю прищепкой потому что я думаю что мне придется еще закрыть основание перышек вот так вот замотаю просто прищепкой прицеплю и все вот теперь у нас считай ручка готова вот это будет вот так вот вот эту вот ветку кстати я приклеила на клей вот на этот момент основание приклеила к ручке забыла сказать вот видите вот тут выпуклость я его так приклеила клеем моментом затем я обмотала скотчем вот аж досудово обмотала скотчем дала это все высохнуть как бы обмотала скотчем и затем я обернула уже для красоты белой косой бейкой вот это уже финишный вариант у меня теперь я сейчас чем-нибудь закрою замотаю вот эта лента чтобы не испачкалась какой-нибудь ленточкой может быть тряпочкой и приступлю к тому чтобы приклеивать значит перья вот к этому основанию посмотрите как она будет смотреться вот допустим подставка вот тогда и вот такое будет перо вот перья будет начинать вот отсюда вам здесь ручка для русписи вот здесь у меня будет бантик и вот отсюда уже у меня начнется перо я на столе перья приложила с двух сторон вроде бы как симпатично вот от этого основания я буду приклеивать перья под углом в обе стороны вот так вот параллельно как у страуса у них листья очень листья перья очень симметричные тут прямо пирог перу вот под уклоном идут они вот затем когда я первый ряд проклею я начну приклеивать с этой стороны закрывать что вот эти веточка основания тоже не было видно затем буду приклеивать вот эти вот веточки сюда с двух сторон как здесь вот видите одну приклеила сверху другую приклеила снизу чтобы каркас вот этот вот спрятать вот пока вот такая вот проделана работа ручка перо будет каркас по крайней мере я придумала я всю голову ломала как же сделать вот оказывается от цветов очень хорошо вот такие вот гнущиеся там внутри проволока и можно сделать перо как угодно наклонить ее сделать придать форму ну на этом этапе пока все что получится дальше если не забуду постараюсь снять но когда процесс затягивается вот забыла пришлось только объяснить но если будет что-то непонятно вот пишите в комментариях я с удовольствием отвечу объясню на этом этапе пока все сейчас я это все прячу чтоб ничего не пачкалась и приступаю вот обдумывать обклеивать перо хотела бы показать что у меня получилось вот что мне пришлось сделать вот этого тоненькой ленточкой я обмотала весь каркас видите и маленькие сначала обмотала большую потом отрезала и обматывала вот эти потому что я покрасить покрасила краска слазит вот так с двух сторон я приклеиваю перья видите это каркас вот с внутренней стороны пушистее потому что я здесь уже подклеила я еще буду закрывать перышками вот такими сверху закрывая некрасивые места надеюсь когда я полностью все сделаю я тоже здесь буду закрывать пухом вот так вот некрасивые места и буду придавать пушистость и красивость пока что вот работаю над каркасом вот ленточкой все-таки пришлось мне обмотать потому что я приклеивала перья на крашеную поверхность и краска отлипала и я думаю если краска отлипает то и перья могли со временем отпасть а так вот прямо она намертво видите я даже крест-накрест где-то клею вот беру значит клей наношу вот так вот ее на перо и прям вот этот на каркас и где-то на перья даже приклеиваю вот так вот и держу удерживаю чтобы вот эта смотрела вниз и держу несколько секунд пока она не схватится потом на это же перо следующее тоже попадает как бы друг на друга друг на друга они клеятся и друг друга как бы закрывают у основания стараемся вот так вот на эти я тоже мажу прямо клей вот так вот сверху и прямо на нее приклеиваю вот так перо это тоже своего рода как бы каркас держит ну вот принцип понятен да я буду приклеивать пока поставлю на паузу буду клеить дальше вот теперь смотрите я клеила перо вот так видите вот эти вот места грубые я же уже клеила перья на перья чтобы у меня было хорошо держалась внизу вот получилось вот так вот эти неаккуратные места это каркас я тоже буду прятать вот вот эти места прячем теперь под пушком вот таким и клеем теперь сверху вниз идем я вот беру по несколько перышек да вот одну две соединяю вместе вот тут два перышка я их между собой склею да и я иду вот теперь вот середина ведь пера а середины пера я иду вот так соблюдая параллельность и закрываю вот эти вот все места некрасивые чтобы перо было пушистое вот так я закрыла вверх вот сейчас я буду закрывать дальше сверху иду вниз вот два перышка склеиваю между собой одно перышко другое перышко склеила перышко стало пушистое наношу клей вниз пера и приклеиваю ее вот закрывая вот эти вот грубые у пера полоски вот придерживаю видите очень хорошо закрывается и приклеивается хорошо вот таким вот подпушкам где вот эти вот стволики уже такие тоненькие нужно проклеить до конца до самого низу чтобы вид был уже конечным закрываем все грубые полоски у больших перьев вот видите они закрываются сейчас еще буду склеивать полоски и так далее покажу конечный результат пера где уже не будет вот этих вот полосок вот так вот у меня получилось эта сторона пера видите я закрывала сверху вниз теперь внутренняя сторона вот эти места где у нас остались от каркаса я буду тоже также брать по несколько перышек вот так вот склеивать их между собой и вот так вот пройдусь и закрою у основания все значит вот эти места чтобы было беленько и ничего не было видно вот что у меня получилось вот такое вот перо вот такая будет подставка подставка не украшенная подставка не держится то есть перо все-таки оказалось тяжелое теперь у меня опять проблема как сделать подставку чтобы ручка держалась вот такая получилась вот страусинное перо получилось довольно таки симпатичные вроде бы единственное теперь у меня проблема возникла я сейчас здесь буду украшать бантиком стразами ну вот проблема возникла конечно как сделать подставку так чтобы ручка у меня теперь не заваливалась нужна тяжелая подставка сейчас буду думать над этим буду решать проблемы по мере их возникновения ну вот пока все на данный момент сейчас буду дальше голову ломать ну вот почему вот